Вставай, 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 вставай. Пойдем, пойдем. Из клетки базука выходить не хочет. Мини-свинка еще не освоилась. В реабилитационном центре для животных она всего пару дней. Хозяева от нее отказались. Оставили тысячи рублей на продукты и все. Уехали. Возможно, не выдержали свинского поведения. Он издает постоянно такие звуки. Она кого-то раздражает, чавканье или что-то. Есть все равно в любом случае своеобразный запах. Характер мини-пига – это еще штука. Сведу маленькие свинки, ласковые и милые ведут себя, как кошки. Легко поддаются дрессировке. Но внутри все те же хищники. Надо постоянно мыть его, постоянно подрезать копыта. Должны быть соответственные условия дома. То есть, если у вас дома все из дерева, готовитесь к тому, что он все съест. Вы можете прийти и увидеть, что у вас все разгромлено. Вот просто все. Полный кавардак дома. Свой характер здесь базука уже показала. Начала охотиться на собаку. Пришлось отвлекать внимание лакомством. Мини-пиги всеядные и быстро толстеют, поэтому нужна диета. Базуку кормят три раза в день фруктами и овощами. В реабилитационном центре справлялись с пациентами и посложнее. Например, со змеей, которая сбежала. Точнее, уползла от хозяев. Заводят такую экзотику дома, скорее всего, из-за моды, предполагают зоозащитники. Но не все могут с питомцами справиться. У меня есть знакомая, которая держит дома лемура. И это далеко не контактное животное, как многие думают. Достаточно агрессивное себя ведет. И поэтому потребовалась специально оборудованная клетка, вольер. И люди понимают, что это животное дикое и соответствующим образом его содержат. Но чаще всего, когда мода проходит, животные оказываются на улице. Если повезет, то заводчика или в приюте. Там начинают линять, терять сон, вес, могут отказаться от еды. В общем, впадают в депрессию. Ведь они тоже знают, что такое предательство. Александра Поддубная, Интеро ТВ